Господин Витренко, «Нафтогаз Украины» хочет присоединиться к процессу сертификации компании-оператора газопровода «Северный поток-2» в Германии. Вы заявили, что уже подали соответствующую заявку немецкому регулятору, федеральному агентству по сетям. Разве существует такая практика, что зарубежные энергетические компании могут вмешиваться в процесс сертификации в другой стране? Это не вопрос вмешательства. Это вопрос того, что немецкий регулятор должен учитывать реальную ситуацию на немецком рынке. И для этого он привлек компаний, работающих на немецком, европейском рынке, для того, чтобы спросить у них, участников рынка, действительно ли сертификация этого оператора будет способствовать конкуренции на этом рынке. Немецкий регулятор уже приобщил польскую компанию, ПГЭ. Это фактически польский нафтогаз, прямой аналог. Немецкий регулятор уже привлек его, поэтому мы считаем, что нафтогаз тоже должен быть привлечен, как один из участников европейского рынка. Как это должно выглядеть на практике? Вы лично будете ездить в Германию, указывать им на пункты в европейском законодательстве, которым противоречит «Северный поток-2»? Во-первых, это обмен документами. Как это будет влиять на конкуренцию, на безопасность поставок? Мы предоставим письменные объяснения. Если нужно, то можем встретиться с регулятором. Иногда регулятор проводит публичные слушания. Кстати, в Украине такая практика существует. Мы внедрили европейские правила. И соответствующие европейские институты в свое время признавали, что украинский регулятор отвечает как раз европейской практике. И даже украинский регулятор, когда он проводил сертификацию украинского оператора ГТС, то он устраивал публичные слушания. То есть он привлекал всех участников рынка. Ваши топ-3 аргумента, чтобы убедить немецкого регулятора не сертифицировать «Северный поток-2». Первый аргумент — это, очевидно, «Газпром». А над «Газпромом» — это Путин, который реально контролирует, каким образом добытый в РФ газ затем транспортируется через «Северный поток-2». Эти же люди контролируют торговлю российским газом по всей Европе, включая Германию. Они еще занимаются и поставкой этого газа отдельным клиентам. И они же будут контролировать оператора газопровода «Северный поток-2», эту швейцарскую компанию. Председателем этой швейцарской компании является Матиас Варник, который, и эта публичная информация, был агентом Штази. Он является личным другом Путина, часто ездит в Москву. Поэтому представить себе, что Путин и Миллер не будут на него влиять, что будут какие-то китайские стены, как говорится, которые не будут позволять господину Путину контролировать деятельность этой дочерней компании «Северного потока-2» — это смешно, честно говоря. И это мы будем объяснять. Мы убеждаем, и это наш третий аргумент, что если даже будет обеспечено соответствие по «Северному потоку-2» относительно доступа третьих лиц, но не будет обеспечено такого доступа к другим газопроводам, которые связывают Россию и Европу, то это означает, что «Северный поток-2» будет в привилегированном положении по отношению к другим газопроводам. Такие преференции будут не рыночными, не конкурентными. Это означает, что в других странах ЕС, таких как Словакия, газ будет дороже, там будет меньше конкуренции, потому что газ будет идти через одну трубу, или условия будут совсем другие. И это не соответствует принципам ЕС, где везде должна быть честная конкуренция. Как вы думаете, какой из этих аргументов сработает на этот раз? Надеюсь, что все три. Мы же не придумываем ничего. Мы даже не говорим, что что-то нужно сделать для Украины. Мы просто указываем на то, что «Северный поток-2» и оператор «Нордстрим-2» АГ, они не соответствуют европейскому законодательству. Украина много раз про это говорила. Сработает ли это на этот раз? Это первый раз, когда есть формальный процесс сертификации оператора. Напомню, что в случае с «Северным потоком-1» было сделано так, что он не подпадает под действия европейского законодательства. И, соответственно, не было такой процедуры сертификации оператора в соответствии с третьим энергопакетом. Сейчас это первый такой случай, когда «Северный поток-2» подпадает под требования европейского законодательства и должна пройти процедура сертификации. И мы, кстати, лоббировали в свое время, как раз чтобы по отношению к «Северному потоку-2» применялось европейское законодательство. Вы обратились к заявке, чтобы присоединиться к процессу сертификации «Северного потока-2» только в Федеральное агентство по сетям ФРГ или также в Министерство экономики ФРГ, в какие-то структуры ЕС в Брюсселе? Формально у нас есть право требовать такого участия или заявлять о таком присоединении к немецкому регулятору. Мы в контакте, украинское правительство в контакте с Министерством экономики и энергетики ФРГ, которое играет определенную роль в этом процессе. Что касается европейских институтов, то формально немецкий регулятор должен обратиться в Европейскую комиссию и получить соответствующее заключение. Европейская комиссия вправе привлекать третьи стороны. Это уже будет решать Европейская комиссия, привлекать ли Украину уже как правительство, а не как «Нафтогаз» отдельную компанию. Со своей стороны правительство Украины уже публично заявило, что соответствующие письма отправлены в Европейскую комиссию. Замечу, что у нас есть и договор об ассоциации, согласно которому, по крайней мере, мы так считаем, это даже обязанность ЕС консультироваться с нами по этим вопросам. Цены на газ в Европе сейчас резко повышаются. На этом фоне шансы Украины помешать запуску «Северного потока-2» еще хуже. Ведь страны ЕС в первую очередь думают об интересах собственного населения и где им взять газ на отопление зимой. Не так ли? С одной стороны, да. С другой стороны, Европа как раз и является сильной, потому что в Европе действует правовое государство, где право и закон имеют высшую силу над краткосрочными интересами каких-то отдельных лиц. Поэтому мы считаем, что, несмотря на этот шантаж, оператор «Северного потока-2» не будет сертифицирован. Мало того, мы говорили и будем подчеркивать, что вот эти высокие цены сейчас в Европе, это как раз является следствием того, что некто, не будем называть конкретные фамилии, дал почему-то надежду Газпрому, что он почему-то может быть выше закона. Если бы Путин сразу понимал, что у него нет шансов быть успешным в таком шантаже, то Газпром бы, соответственно, не ограничивал поставки газа в Европу. Знаете, я не могу не переспросить, почему мы не будем называть эти фамилии? Потому что влиятельные европейские западные политики, они важные партнеры Украины. Украина, к сожалению, не в том состоянии, когда она может не учитывать, условно говоря, фамилии и слишком резко критиковать своих международных партнеров. Если «Северный поток-2» все же заработает, есть ли у вас план «Д»? Есть. Начиная с возможности обжаловать это в суде, мы также имеем возможность подавать жалобы в европейские инстанции, которые занимаются защитой конкуренции. Соответствующий орган есть в составе Европейской комиссии. И есть американские санкции. То есть американское правительство очень четко отметило в совместном заявлении с немецким правительством, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейскому законодательству. Это означает, что если он не будет ему соответствовать, а мы убеждаем всех, что он не соответствует, то он должен быть подвержен санкциям. Мы считаем, что должны быть такие санкции, которые были бы стопроцентными. Когда законодатель четко указывает, что оператор «Нордстрим-2 АГ» должен быть подвержен санкциям независимо ни от чего. И потом уже законодатель может пересмотреть свое решение, если американский законодатель увидит, что ситуация изменилась, что Путин или «Газпром» не используют газ как оружие. А «Северный поток-2» соответствует европейскому законодательству, и они играют по правилам. Не лучше ли Украине прекратить цепляться за российский газ, а инвестировать все эти титанические усилия в более перспективное направление – в водородные проекты с ЕС и Германией? Ведь именно водород в Европе называют энергоносителем будущего, а не газ. Для того, чтобы конкретно сделать что-то в этом направлении, нужно инвестировать не только титанические усилия, но и деньги. Украина получает от транзита приблизительно 2 миллиарда долларов в год. И 2 миллиарда долларов в год она прямо сейчас вкладывает в развитие зеленой энергетики. Если мы посмотрим на зеленый тариф, сколько Украина платит реальных денег из госбюджета производителям зеленой энергии – это солнце и ветер. Но не водород. Пока не водород. Для того, чтобы это был зеленый водород, его нужно производить из зеленой энергии, из возобновляемых источников и воды. Так вот, Украина сейчас уже вкладывает эти 2 миллиарда в субсидии производителям зеленой энергии. Вода у нас есть, речки, озера, моря. Не так много нужно воды. Главная проблема – получить достаточное количество зеленой электроэнергии. И как раз в это Украина вкладывает средства. И у нас с немецкой компанией уже подписан меморандум. Мы работаем над этим конкретным проектом с ведущей немецкой компанией РВЕ. И этот проект может быстро привести к тому, что Украина будет в достаточном объеме производить этот зеленый водород из возобновляемых источников энергии. Потом будем из него производить так называемый зеленый аммиак. А зеленый аммиак из Украины уже транспортировать кораблями в Шерге. Какие перспективы и сроки внедрения? Зависит от вариантов реализации. Мы прорабатываем разные. Это в лучшем случае год, может быть и два, и три года. Это пилотный проект, хотя и масштабный. Речь идет о сотнях миллионов долларов инвестиций. Мы сейчас оцениваем стоимость этого проекта в полмиллиарда евро. Экономический эффект от этого проекта будет значительно превосходить инвестиции в него. Но многое зависит от регулирования, как на рынке ЕС, так и на рынке ФРГ. Потому что вся эта индустрия зеленого водорода новая. И пока нет окончательного решения немецкого правительства, как немецкое правительство будет развивать водородную энергетику ФРГ. От этого будет зависеть рентабельность этого проекта. Но не все же регионы могут участвовать в этом проекте, потому что солнце — это юг, ветер — не все регионы. Солнца много. Украина — самая большая территория Европы. И у нас есть много возможностей для развития зеленой энергетики. Это и ветер, и солнце, и биомасса. Кстати, она тоже возобновляемый источник энергии. У нас есть возможность и для достаточного производства, и для увеличения мощности. У нас есть как раз большие площади земли для того, чтобы строить солнечные и ветряные фермы. В отличие от Западной Европы, где как раз земля в 10-30 раз дороже. Поэтому в Европе гораздо дороже делать проекты по возобновляемой энергетике. Опять же, если будет реальная заинтересованность, платежеспособный спрос на этот зеленый водород в той же Европе. Честно, надо сказать, что многие страны Европы должны взять на себя определенную ответственность за то, чтобы предоставлять соответствующие субсидии на тот же зеленый водород. Поэтому, если это дешевле, то производить в Украине зеленый водород. Или, если есть технологии, и это перспективная такая тема для Украины, это улавливание углерода из воздуха. Так вот, например, мы имеем все для этого возможности. Мало того, если вы вылавливаете углерод из воздуха, его нужно потом куда-то закачивать. У нас есть скважины, например, нефтяные, газовые, куда мы можем закачивать углерод из воздуха. И это нужно делать в Украине, потому что это дешевле и больше технологических возможностей. Та же Германия могла бы вкладывать средства, потому что таким образом ФРГ вкладывает средства в улучшение экологии, в борьбу с изменением климата в глобальном масштабе. Но пока это все проекты. Да, это перспективные технологии. Получается, что до недавнего времени более активными в водородных проектах были исключительно компании олигархов, к примеру, Фирташа. Почему нафтогаз не такой активный? Во-первых, у нас очень разные газопроводы. Газопроводы Фирташа — операторы распределительной сети низкого и среднего давления. Мы, государственные компании, являемся операторами транзита, высокого давления. Если речь идет о транспортировке водорода в ФРГ, то это вопрос государственных операторов. Если речь идет о том, что водород может использоваться в Украине, тогда это могут делать компании Фирташа. Кстати, и в нафтогазе есть тоже газораспределительные компании, которые могут затем использовать водород уже для потребителей. Украина закупает сейчас газ у России? Нет. Будет закупать у России в будущем? Никаких планов в этом отношении даже близко нет. У кого тогда? Сейчас мы закупаем в Европе, но наш план сделать так, чтобы мы вообще не импортировали газ, чтобы мы добывали больше природного газа и производили так называемый биогаз. Может ли Украина действительно обеспечить свои газовые потребности собственной добычей? Может, особенно если добавить к добыче природного газа производство биогаза и повышение уровня энергоэффективности. В перспективе это сколько лет? Три-пять лет. Сколько газа Украине не хватает? Десять миллиардов сейчас. И поэтому, если мы будем уменьшать неэффективное потребление, увеличивать добычу на 3-5 миллиардов, то в течение следующих трех-пяти лет, соответственно, разницу мы сможем покрыть производством биогаза. Украинский бизнес с беспокойством следит за ситуацией на газовом рынке Украины. Если не удастся сдержать цены на газ, то украинская экономика, и без того ослабленная в том числе и пандемия, может обрушиться. Как вы оцениваете такую опасность? Пока в Украине не остановилось почти ни одно промышленное предприятие из-за высокой цены на газ. А в той же Европе, Китае и США мы видим, как закрываются промышленные компании. Поэтому в Украине не самая плохая ситуация. Но, конечно, вот этот глобальный кризис, спровоцированный Газпромом и Путиным, с рекордными ценами на газ, вредит экономике многих стран, включая и Украину. Если вам не удастся удержать ситуацию с газом под контролем, вы готовы уйти в отставку? Я готов уйти в отставку в любое время. Вопрос в том, что должен быть кто-то, кто способен брать на себя ответственность. Это не я хотел стать главой Анафтогаза. То есть правительство попросило, фактически сказав, что ситуация сложная. И я этим занимаюсь именно потому, что сложная ситуация. И в этой сложной ситуации я нужен стране. То есть правительство должно уйти в отставку? Смотрите, есть вопросы, которые вне контроля правительства. Мы же цивилизованная страна. Есть разделение полномочий. Есть местные власти, которые отвечают за свои вопросы. Есть глобальные вопросы. Не может правительство за все отвечать. Даже в СССР правительство за все не отвечало. Но была руководящая линия партии. Сейчас все усилия и мои, и правительства направлены не на то, чтобы идти или не идти в отставку. А сейчас все же отопительный сезон начинается. И нужно обеспечивать украинцев газом. И те провалы рынка, которые есть, исправлять и развивать экономику, чтобы в следующий раз не было таких провалов. При этом развивать экономику и развивать тот же рынок. Чтобы в следующий раз не было этих провалов. Спасибо.